Травмы спинного мозга и рассеянный склероз можно будет лечить с помощью пуповины крови, доказали исследователи из Казанского федерального университета. Ученые выяснили, что трансплантация пуповины крови приводит к миграции швановских клеток в области травмы спинного мозга, способствуя улучшению двигательной функции. Швановские клетки принадлежат нервной системе человека. В нормальных условиях эти клетки не мигрируют спиной и главной мозг. По словам ученых, проблема заключается в том, что повреждение спинного мозга неизбежно приводит к гибели не только нейронов, но и нервной ткани. На месте разрушения нервная ткань не способна проводить нервные импульсы, что приводит к порезам и параличам. Однако, как удалось выяснить ученым, швановские клетки после травмы спинного мозга способны мигрировать в область повреждения и участвовать в восстановлении поврежденных тканей. Помимо того, что они участвуют в обновлении разных клеток и тканей организма, они еще обладают так называемым иммуномодулирующим действием. То есть они нормализуют работу иммунной системы. На миграцию швановских клеток помимо травмы спинного мозга может повлиять клеточная и геноклеточная терапия, объясняет профессор КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Резванов. К такому выводу ученые пришли после открытия положительного влияния трансплантации пуповиной крови на миграцию швановских клеток в область травмы спинного мозга. И в нашей лаборатории мы проводим исследования на моделях животных, где животным вводятся различные стволовые клетки с различной модификацией. И мы смотрим, как новые методы генной и геноклеточной терапии, можно использовать для лечения широкого спектра нейродигенативных заболеваний. Исследования велись на базе научной исследовательской лаборатории OpenLab генной и клеточной технологии и биобанка пуповины крови КФУ. Научная работа казанских ученых опубликована в журнале STEM South International. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Субтитры создавал DimaTorzok